Хорошо известно, как и то, что Гашек и Свобода это игроки, в чьи обязанности наряду снова входит организация атакующих действий. Бордо, 16 номер, вратарь Ульрих Роме. Четвертый, Ниша Савельевич. Четвертый, Херве Аликарте. Между прочим, состав Бордо не оптимален. Команду преследует череда травм. И между прочим, решающий игрок Зиани тяжело травмирован. И вот на его место в срочном порядке буквально был приглашен Карантен Мартенс, на которого в известной степени возлагаются обязанности диспетчера. Чемпион Франции довольно лихо взялся за дело, но этого и следовало ожидать. Бордо под огнем критики в последнее время. Команда проиграла два матча в чемпионате Франции. Проиграла Ренну и Парис Энжермен с одинаковым счетом 1-2. И если звание чемпиона никуда не денется, то лидерские амбиции, в общем-то, они как бы ставятся под сомнение. Вот это Эли Боб, главный тренер Бордо, которого я забыл вам представить, представлю. Также и арбитра серии Хауге, норвежец. Все штрафного. Владимир Лабанк направлял мяч в направлении ворот Урри Хараме. В основном рассчитывая на то, что кто-то подберет возможный отскок мяча, либо вот там подставит ногу. Спарта частенько атакует подобным образом. У нее есть и довольно богатый опыт участия в Лиге Чемпионов. Команда уже отмечала их, помните, и в Кубке Чемпионов, и в Лиге Чемпионов. Побеждая и грандов мирового футбола. И такие игроки, как Хорс Зигаль, между прочим, очень хорошо эти времена помнят. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что прежде всего в обороне у Бордо могут быть неполадки, потому что там видоизмененный состав, несколько на этой игре. А у Спарта состав слаженный, не меняющийся от матча к матчу, и потому в минуте к 15-й целиком и полностью завладевают инициативой чешские футболисты. Вот так на отбой приходится играть. Это Афану выбил мяч в красивом акробатическом прыжке. Если я так мечу, то попадание мяча в триставину становится визитной карточкой каждого дня Лиги Чемпионов. И вчера мы дважды видели похожие ситуации. И вот сейчас мечется в своей вратарской удлих Роме, но внешне вот такие бестолковые перемещения имеют под собой почву. Мячу он успевает вовремя и опасный момент ликвидирует. Грене подает мяч на Вильтора, и тот с линии вратарской пытается срезать его в дальний угол, но чуть-чуть, мне кажется, не довисел в воздухе Вильтор. Наверное, будет на его месте Майкл Джордан, все было бы нормально. А другому выполнить, конечно, такое упражнение, как повисеть в воздухе несколько секунд, это тяжеловато. Осваиваются французы. И вот уже пас на выход на Лас-Ланда. Тот тихонечко катит мяч мимо вратаря. Рыском его догоняет Лабант и выбивает за боковую линию. Давайте посмотрим еще раз атаку, проникающую Бордо. Это фирменный знак французского чемпиона. Руки можно не поднимать. Задержался. Задержался защитник. Это Милан Кукол был. И, конечно, никакого вне игры здесь быть не могло. Вот Мартен. Техничный. Уже поигравший. Кто-то считает его ветераном невысокого роста. Внешне даже тяжеловатый до тех пор, пока его не начнешь опекать. Тут свою технику он демонстрирует. И уходит играющий от опеки. А это Иоанн Мику. Кстати, в его адрес тоже много критических стрел выпускается. Многие считали его открытием сезона. Будущим лидером сборной Франции. Но вот лихо начал сезон. Он в последнее время ждал. В этом матче Мику выглядел очень неплохо. А игра где-то к концу первого тайма стала изобиловать нарушениями. Притом с обеих сторон. Ну, известное дело. Во Франции стыки этих чемпионатов Франции обычная вещь. Там страсть, с которой ведется борьба, по-моему, позволяет по этой части первенскому национальному ВСИ в лидеры в Европе. Что касается Чехии, то в определенной степени национальный чемпионат этой страны первая инкогниция. И, в общем-то, представители, та же Спарта, в какой-то степени пропагандируют футбол в Чехии. Желтая карточка. Ее получает Владимир Лабан. За две минуты до перерыва прерывал он проход к воротам Франсуа Грене. Вот и свисток. Первый тайм. Как видите, опасные моменты есть. Темп игры очень хорош. Страсти много. Но, опять-таки, если есть с чем сравнивать, конечно, по сегодняшнему дню, образец для подражания, это матч Олимпиакос-Реал, то, безусловно, сравнение не в пользу матча в Праге. Однако, это будущие соперники московского Спартака. И очень придирчиво и внимательно надо смотреть за действиями той команды и другой. Становится ясно, Спарта типичный представитель среднеевропейского футбола. Неуступчивый. Который, может быть, и не разгромит никого со счетом 4 или 5-0, но который никому и нигде очки без боя не отдаст. Ну, а Бордо есть Бордо. Команда укомплектована очень сильными игроками. Половина из них играли или играют в составе сборной Франции, или на худой конец ходят в числе кандидатов в эту команду. А лучшие рекомендации, по-моему, и придумать невозможно. Ну, а тот же самый Лас-Ланд, и уж тем более Вильтор, и нашим любителям спорта хорошо знакомы. 11-метровый. Достаточно, по-моему, бесспорный 11-метровый. И вот, посмотрите, Корс Зиголь бьет. По-моему, переволновался капитан Спарты. Обратите внимание на паузу. Иной раз, помните, Игорь Добровольский, эту паузу делал, дергал вратаря. В данном случае Удриф Роме не дернулся никуда, а задергался сам Корс Зиголь. Ударил он на очень удобной для вратаря высоте, и отнюдь не в самый угол. И тут же покидает поле. Любовь Сленко выходит вместо Зигля. Действительно, здоровьем психологической команды надо дорожить, а Зигль даже не в лучшем состоянии практическую пользу принести команде может и должен, но только не после того, как он промазал 11-метровый удар. Вот опасный выход к воротам Роме, и опять Роме великолепно ногой уже этот момент ликвидирует. Выходил Томаш Русицкий. Вроде все правильно сделал, чуть-чуть поднять, еще мяч, и, конечно, нога уже не спасалась в этой ситуации. Мы видим, что страсть, которая с партой ведет атаку, позволяет рассчитывать на перевес. И перевесом этим игровым владеть, а в пенальти не отмахнуться. Ну и Бордо имеет моменты, подключается к атаке Миша Савельевича Угослав, высокого роста, хорошо играющий головой. Здесь по штука был на чеку. Тренер Бордо, Элли Бок, не произвел в этом матче ни единой замены. Знать бы, был удовлетворен действиями своих футболистов. Поскольку матчи проходят в одно время, то наверняка тренеры и той, и другой команды не могли, не знаю, что Спартак два мяча в начале встречи уже в Филбурге забил. Стало быть, свои коррективы они внесли в действия футболистов, но коррективы коррективами, а результатов так и не получилось. Нулевая ничья в матче Спарта-Бордо.